доброе утро дорогие друзья всем доброе утро из киева так всем доброе утро из киева и мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору продолжаем впускать в свою голову вначале а потом свою жизнь свет божественный свет максим перенчук шалом значит все максим если из грузии вернулся красно да нам встретиться с максимом будет хорошо дорогие друзья все всем привет привет и мы продолжаем изучать законы торы которые должны нам обеспечить очень хорошую жизнь нам и всем людям которые нас окружают и всему миру потому что если весь мир если весь народ выполняет волю бога и соблюдает заповеди торы то весь мир освещается светом все виктор кудман шалом все поехали мы продолжаем изучать еще раз важность законов злоязычия как это работает то есть мы уже глобально мы разобрались что злоязычие это любая информация которая может нанести вред ущерб унизить другого человека это все называется злоязычие даже если это правда не то что даже если это правда именно если это правда как кажется говорящему то это вообще вот это и злоязычие настоящее то есть оказывается по торе нельзя говорить людям неприятную правду многих это удивляет я всегда привожу простой пример вот ты идешь по улице стоит человек какой-нибудь культурист с носом поломанным вот этим вот кривой нос ну подойди скажи а чё у тебя нос кривой то вот некрасиво ты выглядишь знаешь у тебя нос некрасивый понятное дело что этот культурист или там боксер или боец ммм с поломанными ушами с носом за эту правду он может и нос оторвать и уши это понятно что слова негативные обижающие человека они у него вызывают или же он отреагирует как этот вот в примере культурист и боксер или же он просто внутри обидится и это то же самое что у него украсть что-то или это то же самое что ему сделать больно то есть понятно это алашанара злоязычие теперь почему сейчас мы изучаем как раз собрал раввин зелик плистин который написал эту книгу береги свою речь он собрал из торы доказательства из разных книг где с разных сторон важность вот этого злоязычия она нам показывается с разных ракурсов но что это такое мы уже более-менее поучили если кто хочет про просмотреть именно конкретной ситуации что нельзя говорить кому нельзя говорить когда нельзя говорить с примерами может посмотреть прошлые наши уроки у нас сегодня уже восемь четвертый урок а мы сейчас для тех кто были уже на всех тех уроках мы усиливаем мотивацию к тому чтобы обращать на это внимание потому что как оказалось многие религиозные люди этого не знают но именно законы злоязычия у тебя как что-то один знает это есть ключ к ко всем остальным заповедям торы к счастливой жизни к счастливым отношениям позитивному мышлению хорошим друзьям к там правильным решениям то есть речь вообще человека это то что формирует человека человека это именно вообще человек человечества это то что сформировано речью то есть интеллект есть у дельфинов например данную дельфины они книжек не пишут а люди они есть интеллект и пишут книжки передают речь позволяет рассуждать обводе о истории о футуризме там как будет как было речь это это главное что есть у человека поэтому если разобраться с речью и именно речь использовать максимально эффективно чисто красиво то с помощью речи можно с богом договориться молитва это тоже речь с помощью речи можно с любым человеком договориться ну и так далее все теперь говорят мудрецы нам в есть такое высказывание приводит равзелет пристин воздерживаться от злословия это называется он говорит так когда вы воздерживаетесь от высказывания поскольку боитесь что он будет содержать же нора то есть есть ты думаешь сказать не сказать сказать не сказать сказать не сказать я вчера во время молитвы вот я вам честно скажу я стою молюсь рядом маленький мальчик и он орет поет орет поют я стою думаю сказать не ему или не сказать что он потише думаю если сейчас я вам скажу можете его обижу существом может ты ваша нора может а думай как же быть ребенка проконю elemento chapel я Я не буду говорить, я ему покажу вот так вот, и все. Я ему показываю так, все, и он замолчал, ну так, тише начался вести, потом ушел. Ему, если не орать, так неинтересно. И он ушел потом куда-то дальше кричать. Теперь написано здесь так. Когда вы воздерживаетесь от высказывания, поскольку боитесь, что оно будет содержать лошоно-разлое язычие, вы совершаете благодеяние, приравненное к выполнению заповедей. Об этом сказали мудрецы. Если человек не совершает греха, который сам идет в его руки, он получает награду, как если бы выполнил заповедь. То есть каждый раз, когда вы воздерживаетесь от злоязычия, вы, значит, поднимаетесь на следующую высоту и выполняете заповедь Всевышнего. Опять же, здесь очень важно воздерживаться от злоязычия именно потому, что это заповедь. Именно потому, что вы боитесь, что вы нарушите заповедь Бога, тогда сам этот страх нарушить заповедь Бога переводится в другой плоскости на заповедь, как выполнение воли Бога. Ну, а как известно, каждая заповедь, каждое выполнение воли Всевышнего приближает к Богу. Шалом, Рейс Васильевна, здравствуйте. Приближает к Богу и, значит, каждая заповедь приближает к Богу и дает внутреннюю силу. Дает вот этот вот силу и депозит внутренний, да, что я уже выполняю волю Всевышнего. То есть, я со Всевышним в одной команде. Дальше. Двадцать восьмой пункт. Даже благочестивый человек непременно согрешит, если не обяжет сохранить свою речь. Вот здесь, конечно, очень-очень я наблюдал такой момент один, даже не знаю, да, расскажу. Значит, вот смотрите, например, есть, мы уже учили в законе, прям учили в законе, что запрещено говорить Лошонара на группу людей. Это запрещено. Нельзя сказать, там, например, я не знаю, парикмахеры все дурати. Это Лошонара на группу людей. То есть, это сразу умножается на количество парикмахеров, и ты как бы создаешь, ну, негативное прямо пятно на репутации, там, тысячи парикмахеров. Нельзя говорить так. И нельзя говорить, как мы знаем, плохо про еврести народ. Потому что, когда ты умножаешь, значит, Всевышний любит еврейский народ. Это факт. Он сказал, бни бхури, ты мой сын, первенец мой. То есть, есть много людей, Всевышний всех людей любит, Всевышний любит весь мир, Всевышний любит все вообще. Всевышний, это как его само проявление, это любовь. Но еврейский народ, он имеет со Всевышним определенную связь. Потому что Авраам Авину, он своего сына Ицхака хотел принести в жертву по воле Всевышнего. И Всевышний с ним заключил контракт такой, да, говорит, все, твое потомство, вот ты, Авраам, я люблю тебя, и твое потомство. Как-то у них были, вот такая вот была договоренность у Авраама со Всевышним. Теперь получается, тот, кто говорит лошонара, на еврейский народ, он, это как есть глава разведчики, да, которые сказали на землю Израиля, на еврейский народ, там все. Это страшный грех. И тут я наблюдаю в синагодии, прям конкретно в синагодии, один выступает, говорит плохо про евреев, второй выступает, говорит плохо про евреев, религиозные люди, все время говорят плохо про евреев. Это удивительно для меня было, да, то есть я напомнил, что есть, значит, напомнил, что есть такой закон, нельзя ни про кого говорить плохо, тем более обобщать много людей, обобщать целые слои населения. Представляете, человек такой, да, берет на себя ответственность обобщить и назвать целую группу людей, ее, как бы, опустить, это, он не их опускает, их-то он опустить не сможет, он себя опускает. И этот грех, он, вот здесь написано, что даже благочестивый, тот, кто хочет служить Всевышнему, тот, кто, у него вот это есть, как сказать, если он не обяжется хранить свою речь, то он обязательно где-то в другом месте тоже согрешит. Это такой, как индикатор, и это ключ ко всему. Вот это добро, позитивность в речи, это ключ ко всему. Дальше, 29 пункт, подавать пример. Сказано мудрецами в трактате Сука, есть такой трактат Сука, Сука это, это шалаш вот этот называется на иврите Сука, скоро мы будем в празднике Суккот, и нужно будет жить в шалашах. На иврите шалаш это Сука. Значит, сказано там так, горе злодею и его соседу. Благо праведнику и его соседу. Согласно этому правилу, если человек хранит свою речь, то другие, общаясь с ним, будут подражать ему, стремиться к самоусовершенствованию, и он будет также награжден за то, что являлся примером для окружающих. То есть теперь для нас это очень важный сейчас момент такой, если мы будем воздерживаться в своей речи дома, на работе, вокруг себя, если мы будем речью сеять добро, думать о том, как слово, словом же можно обидеть, и словом можно наоборот оживить. Словом можно, сказав человеку искреннюю какую-то похвалу, можно его прям поднять очень сильно, его дух, его радость. Это очень-очень простой способ делать добро, говоря приятные людям вещи. И очень простой способ сделать зло людям и себе, говоря негативные вещи. В общем, тот, кто подает пример другим, получает награду также за них, и это все к нему возвращается. И тридцатый пункт, последний, говорит нам Рав Зелек-Плистин, он говорит так, если коллектив людей возьмет на себя обязательство хранить свою речь, то это заслуга много больше той, когда такое решение принимает один человек. Тут мы очень приходим к одному важному моменту, что коллектив людей, коллектив людей, да, вот вначале был один, Адам решен. Первый человек был один, у него было в его душе, интеллекте, в его словах было, кстати, интересно. Когда Бог сделал первого человека, ангелы очень возмущались. Ангелы говорят, что это ты сделал Богу, да, это я вчера как раз учил, очень меня эта идея очень вдохновила. Ангелы сказали Богу, зачем ты делаешь это, зачем ты берешь духовную сущность, душа, и опускаешь в этот уродливый материальный мир, соединяешь вот с этим вот телом, да, обезьяна, обезьяна, обезьяны. Бог ему говорит, значит, у него есть то, чего нет у вас. Ангелы говорят, а чего нет у нас. И он им показал, как человек дает всему название. Там написано, что он дал название всему живому. И человек, он мог разговаривать, и он мог давать название всему живому. Представляете, вот так вот он, там, это конь. Он такой, бах, и конь. Конь там, например, красивый. Бах, конь стал таким-каким-то. То есть человек своими словами, он мог формировать реальность. Ангелы не могли. У человека была свобода выбора. То есть он мог, у человека есть сочетание, да, он может выбирать между духовным, материальным. И, но самое главное, то, что вот отличало человека от всего остального в мироздании, это способность говорить. Называется, называется человек руах мималели, как бы дух говорящий. Да, дух говорящий, это то название, которое на арамейском языке есть у человека. Поэтому мы должны вот очень внимательно понимать, что такое речь. Теперь, что было дальше. Дальше был человек, потом он разделился на две половины. Значит, человек, а почему, ну ладно, все. Значит, еще раз, человек, потом разделился. От него отделили, его вторая половина, это была женщина. И уже начались у них переговоры. Начались у них переговоры. Он ей говорит, вот от этого дерева не кушай, от этого дерева не ешь. Там, Бог сказал, от этого не есть. И к нему не прикасаться. Оп, он чуть-чуть добавил от себя. Тут приходит змей. Приходит змей и говорит тоже ей, а вот что, Бог вам от всех деревьев запретил кушать. Начинается разговор. И дальше, видите, идет первый раз, идет первый, как сказать, конфликт такой, да, в разговоре. То есть, женщина, она не послушалась мужа, съела от этого дерева. Потом она мужу сказала, ты тоже кушай. Он тоже покушал. Потом Бог спрашивает, как же ты мог ослушаться меня, то, что я тебе сказал. А он говорит, а это женщина, которую ты мне дал. Он снимает с себя ответственность. Он говорит, это вообще не я. Я, говорит, и от дерева я не ел, потому что это она мне дала. Ты же мне сказал, не есть от дерева. Как я с дерева не срывал, она мне дала. И плюс это, ты же мне ее дал, эту женщину-то. И я подумал, что это от тебя, откуда я знал, что от тебя разве может идти что-то плохое. Он скинул с себя ответственность. Дальше второе поколение. Два сына у них, Каин и Эвель, вообще не могут договориться. То есть, у них совершенно происходит ситуация, в которой Каин и Эвель приносят жертвы. И потом Каин доводит себя до депрессии. То есть, написано, что у него лицо было плохое. Почему? Он сидел себе и говорил, как же так? Вот Эвеля жертву принял Бог, а мою не принял. И дальше они настолько, настолько в разговоре Каин себя уговорил, что Эвель сделал ему плохо, что он убил Эвеля. То есть, он дал себе разрешение убить своего родного брата. Мало этого, когда Бог ему сказал, как же ты мог это сделать, где Эвель, брат твой, он говорит, а что я сторож ему. И он даже не понимал, что он сделал что-то плохое. Он думал, что он сделал хорошее. То есть, мы видим, что насколько речь, она формирует все остальное в жизни человека. И вот здесь вернемся, да, 30-е, коллективное решение. Когда объединяется несколько человек, они как будто бы соединяются, как когда-то был Адам, он был полное воплощение. Первый человек, он был полное воплощение Бога здесь, да? Он был как бы его проекция. Также группа людей, когда объединяют свои потенциалы, они становятся не просто сильнее. 1 плюс 1 равно 11. То есть, они становятся сильнее в разы. Но что им мешает объединиться? Беспричинная ненависть друг к другу. Как выражается эта беспричинная ненависть? Споры, конфликты, идея, что кто-то занимает мое место, или кто-то у меня что-то забрал, или кто-то должен делать так, как я хочу, а он не хочет, и так далее. Все вот эти вот идеи, когда человек начинает спорить с другим человеком, они вызывают что? Конфликт, наоборот, разъединение. Когда люди соединяются, то они становятся огромной силой, которая коллективное решение намного больше, чем решение, которое принимает один человек. Все. Теперь, значит, когда мы поняли еще раз важность воздерживаться от злоязычия, и я уверен, что постепенно, постепенно, каждый раз, когда человек воздерживается от злоязычия, у него внутри, получается, он выполняет заповедь, вот этот свет, внутренняя сила накапливается, у человека лучшее настроение, он рад, он уверен в себе и так далее. И постепенно, это как спорт, да, любой человек начинает заниматься спортом, день позанимался, нет результатов, два позанимался, ноги болят, три позанимался, еще хуже стало, еще сильнее болят, четвертый день, если не бросил, уже меньше болят, пятый день, уже меньше болят, шестой день, седьмой, восьмой, девятый, уже на тридцатый день, оп, и ноги не болят, и он уже тренируется, и он уже совершенно на новом уровне. То же самое со злоязычием. Раз воздержался, два воздержался, три воздержался, оп, смотришь, а я уже осознанный, уже не... Кто-то меня управляет, и меня реактивно вот так вот, я вот такой вот весь, знаешь, тут на кнопку нажали, я там, здесь нажали, я там, а оп, я уже себя контролирую, то есть сказать, не сказать, а Бог запретил, не скажу, а вот тут вот надо сказать, но надо сказать так, чтобы не обидеть. Оп, и человек становится в этот момент, когда он начинает задумываться о том, что и как он говорит, он становится осознанным, и то добро, которое он делает, воздерживаясь от злоязычия, начинает его поднимать все выше, 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 ко Всевышнему, понятно, да? Вот, потом матом в какой-то момент перестаешь думать, говорит замечательная девушка Светлана Гаврилко, и которая почему-то думает матом, да? Вот, девушки думают некоторым матом, тоже удивительно. Хорошо, теперь, значит, дальше, заповеди, повелевающие заповеди. Мы сейчас находимся в сороковой повелевающей заповеди, есть заповедь, значит, освобождаться от обетов и клятв. Если человек в какие-то моменты брал обеты, клятвы и так далее, то ему нужно снять с себя эти обеты и клятвы. Торой предусмотрен механизм специальный, в котором такой человек идет к мудрецу Торы, или к трем простым евреям, которые соблюдают заповеди, и говорит, «Я поклялся или дал такой-то обет, но сожалею об этом. Если бы я знал, что буду из-за этого страдать, или что со мной произойдут такие-то неприятности, то я бы не давал этого обета или этой клятвы». После чего Талмит Хахам, Талмит Хахам это мудрец, который знает законы, он, либо три простых таких соблюдающих еврея, спрашивает его, «Ты жалеешь о своем обете или клятве?» Он говорит, «Жалею». То есть, если бы я заранее знал, как мне это будет в жизни мешать, я бы никогда бы этого не брал. И тогда они ему говорят специальная формула, разрешается тебе, разрешается тебе, разрешается, прощается тебе, там и так далее. Есть специальная формула, и у них есть сила, или у одного, который знает все законы, Талмит Хахам, мудрец, или у трех, которые законы все не знают, но соблюдают заповеди Всевышнего, соблюдают Шаббат, и у них есть со Всевышним особенно вот эта связь, у них при том, что сам человек по специальной формуле, там очень все продумано, то есть сам человек как бы возвращается в момент, когда он брал обед, и он с помощью специальных вопросов, да, это откуда коучинг взялся, то есть вот этот вот мудрец, он ему задает специальные вопросы, если бы ты тогда знал в момент, когда брал обед, что будет так, и так далее, то есть он как бы, они находят корень этого обета, и оказывается, что это было ошибочно изначально намерение, которое изначально, оно было неправильно сказано, и тогда силой вот этого вот, этой заповеди снимают с него вот этот вот обед, потому что обета, которую человек взял на себя, это он как с Богом договорился, и это обязательно, до этого мы учили, что обеты нужно выполнять, поэтому мудрецы потом сказали, чтобы не снимать обеты, и чтобы не попадать в эти сложные ситуации, мудрецы сказали, лучше обеты и клятвы не брать, от этого надо остерегаться, это очень серьезная сила по связи со Всевышним, но там, где есть большая связь со Всевышним, то ты как бы выходишь на свет и говоришь, вот он я, я знаю, что ты есть, я с тобой хочу личный договор, и если потом не выполнить, это совсем другое дело. Вот. Хорошо, дорогие друзья, всем удачи, успехов, хорошего дня, добра, благополучия, счастья, и чтобы мы друг друга ценили, уважали и не обижали. Все, всем пока, хорошего дня, хорошей недели, чтобы готов.